МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здарова, ребята! Приветствую вас всех! С вами снова я, ваш беззывый летсплейщик! И мы с вами продолжаем проходить страшную-престрашную игру под названием Амнезия, призрак прошлого! Так, как видите, я уже здесь, где мы остановились в прошлый раз. Ну что ж, ребят, не будем тянуть кота, как говорится, и... поедем вниз! Хе-хе-хе, как говорится, обсираться дальше. И что-то мне подсказывает, что в следующий, в этот раз, мы с вами здорово обосрёмся, даже не знаю почему. Ну что, ребят, погнали! Всё, двери закрылись, назад пути нет. Профессор Тейлор пал второй жертвой и его любопытство. Так, ребята, едем, едем вниз. Да. Сейчас посмотрим, что там будет страшненького. А, ерунда! Мы уже с вами такого понави... всё повидали, что нас уже ничего не испугает. Ой, господи, что это? О, слизь, блин, преследует меня, скотина! По пятам за мной идёт. О, всё, кашель сломался! Чёрт! Это слизь его сломала, будь она проклят! А-а-а! Ну чё, я жив, надеюсь? Эй, Денчик! Так... Осторожно шагая по незнакомой земле, он обернулся и взглянул на своих попутчиков. Провожатый дотронулся рукой до... Да, блин, читать вечно не успеваешь! Что за чёрт? Так, ребят, кажется, мы в порядке. Давай, Денчик, старина, вставай! Ты ж крепкий мужик! Так. Не черта себе! И как это я отсюда вывалился-то? Тут же всё завалено, разрази меня, гром! Чёрт ты что! Так, ребят. Очевидно, мы с вами оказались где-то глубоко под замком. В каких-то подвалах. О, смотри-ка, послушаем. Что это было? Прости, я должен был предупредить тебя. Как барон, я отвечаю за задержание преступников в тюрьме. У вас там настоящая темница? Конечно. Пойдём, не стой на месте. Да нет, фальшивые. Хе-хе. Нашёл, блин, чё спрашивать. Конечно же настоящие! Так, чё это здесь? Так, чё у меня с фонарём? А, масла нет. А в фонаре масла мало. Так что скоро мы с вами останемся в потёмках. Ну что ж, нам не привыкать. Так, судя по всему, нужно это разобрать. О, кстати, тут постепенно, когда смотришь в темноту, глаза привыкают. И начинаешь что-то видеть. Так. О, можно от... Давай, Денчик, ты же у нас здоровый мужик! Молодец, старина! Давай сейчас, расчищем себе дорожку. Так, ну это салагу вообще можно поднять. Интересно, он кто-то поднимет, нет? Да, похоже, это нам не нужно поднимать. А, сейчас мы эту балку уберём для начала. Помните, ребят, мы уже разгребали завалы. Так что опыт у нас в этом деле есть. Мы с вами не промах. Так, теперь камусок отодвинем. Естественно, он поднять сможет. Ну да, это уже слишком. Что это за чертовщина? Это что, камень мешает? Пошёл вон отсюда! Мелочь какая-то пузатая. Так. Сейчас мы тут пошуруем немножко, и всё откроется. Так, ладно, может уже достаточно. Сказать по правде, ребят, не хотелось бы туда идти в эту темноту, сами понимаете. Кому нравится темнота? Там кто-то ещё орёт. Ой, господи, ну что, придётся фонарь использовать. Ну что ж, пойдём посмотрим, что там. Ой, чёрт, что такое? Эта тварь сюда идёт по-любому! Чёрт, надо закрыть дверь, скорее, чтобы она меня не достала. На! Чёрт возьми, да что ж тут происходит-то такое, а? Проклятое место! Будь оно проклято, логично, да? Так, ребят, может это всё мои галлюцинации, ничего там страшного нет? Надеюсь, я прав. Но всё равно будем двигаться осторожно, но мало ли что там, тварь какая-нибудь выскочит. Так, тюремный блок номер один. Господи, да кто там стонет-то, а? Тут же нет никого, чёрт возьми! Туда или туда? Раз, два, три. Ладно, туда сходим. Сейчас тут зажгём. Чёрт, фонарь скоро кончится. Может, тут масло есть где-нибудь, надо посмотреть. Секундочку, ребята. Тут у нас молоток светится. Знаешь, он нам нужен. Хе-хе. В любом случае, это хороший знак. Чё он не может молотком-то по башке этим монстрам бить? Тут ничего не понимаю. О, маслица! Класс! А то как раз у меня уже полная жопа с фонарём. О, уже лучше. Так, ладно. Чёрт, мухи по баске ползают! Космар какой! Неужели до того он усрался-то? Опять. Всё, галлюзинации закончились. Так, тут нельзя. Что такое? О, чёрт! О, тварь выслал! Сматываемся отсюда! Сматывайся скорей! О, господи. Постой-ка. Походу, он направлялся, в общем-то, не к нам. Чё-то я так сруханул-то. А, вон. Ну-ка, посмотрим. А, ещё и дверь закрыта. Ну, тогда, в принципе, нечего бояться. Я паснул. Фу, пересрался немножко, ребят, извиняюсь. Всё-то так неожиданно происходит, что как-то вообще... Зажечь. О! О, чёрт! Ещё одна тварь! Надо спрятаться здесь! Проклятие! Подожди-ка, может, он сюда не пойдёт? Надеюсь, не пойдёт. У вас скотина стоит! О, смотри, уходит. Не смотрите на врагов слишком долго. Это плохо скажется на вашем рассудке. В конце концов, вас заметят. Ну что ж, будем следовать этим советам. Ну, в любом случае, тварь уже ушла, так что... В принципе. Хе, чё бояться-то? Ой, кажется, мне хреново. Мелкие порезы. Ну, это не страшно. Короче, ладно, пойду-ка я уже. Он вообще-то уже ушёл. Надо на свету постоять, чтобы в себя прийти маленько. Походу, Денчик чуть не спятил от страха. Да не волнуйся тут, Денчик. Всё нормально, он уже ушёл. Пошли, посмотрим даже. Да я тебе отвечаю, его там нет. Вон, видишь, ушёл, сукин сын. Они обычно долго не задерживаются, так что... О! Масло! Это нам нужно. Мы без этого как без воздуха. Да, Денчику прям серьёзно не здоровится. Видишь, тварей нет. Всё спокойно. Чё-то закрыто тут. Проклятие. Так, о, воспоминания. Чёрт. Кого-то пытают... Женщину. Ты только всё усложняешь. Послушай, маленькой девочке здесь не место. Она может попасть в беду. Кто знает, какие ужасы скрываются там, внизу. Там, внизу, как в этом Воно. Они все плавают. Здесь, внизу. О, что это такое? Гвоздь гигантский. А, да лото. Хм. Интересно. Блин, сюда нельзя. О, может, молотком шарахнуть по этой двери? Не зря, что мы молоток-то нашли. Ребят, ну попробуем. Чё-то я даже не знаю. Так, о, смотрите. О, смотрите, я молотком шарахнула, но открылась. Так и знал, что молоток нам пригодится. Здорово. О, маслица. Отлично, фонарик, зато полный теперь. Так, ну здесь я ничего такого полезного вроде не везу. Пойдем туда, дальше сходим. Так. Чё-то как у себя дома. Хазу, блин. Тут же монстры повсюду. О, мысли. Ой, чёрт. Вот я слышал, ребят. Походу, тварь приблизается! Чёрт! Он чё, блин, из воздуха появляется, что ли? Я ничего не понимаю. О, смотри, я слышу мерзкое дыхание этого сукина сына. Господи, он рядом. Хочет меня убить. Может... Блин, ну почему молотком-то нельзя офигачить? Или... Гвоздь ему в глаз ставить, что-то там вроде, чтобы он сдох. Проклятие, ребят, прям... Даже не знаю, почему здесь защищаться-то нельзя. Косонусол. Ну что ж, посмотрим. Так, знаете, беспалево, чтобы... Всё, ушёл, козёл. Так, 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 что у нас здесь? О, о, воспоминания! Мама, но я не хочу уходить без тебя! А, это, по-видимому, мама с дочкой были, с ребёнком. Ты должна бежать. Найди провожатого Габриэля. Пусть вызовет людей короля. Нет! Мы убежим вместе! Пожалуйста! У меня нет времени расширить дыру! Кто-то идёт. Она... Так, сейчас дослушаем. Будет хорошо, я обещаю. Так, она сжала в кулак плетёный мешок с шалфеем и помолилась. Люди вывели их из кареты и провели через ворота замка. Хм. Ну, ясно. Так, секунду. Она сказала, замаскируя дыру кроватью. Ну-ка, ребят. О, смотрите, как-то мы нашли отсюда выход. Сваливаем. Чего? Ну, как я сразу не догадался, а? Ну, не всё ж так просто в этой игре. Ну, что там Дэнчик чиркает-то в своём дневничке? В одной из камер дыра впал, она слишком маленькая для человека. Ну, да, для ребёнка не совсем маленькая. Может, с молотком по ней шарахнуть? О, а почему они вместе уже? Странно. На! Всё! Всё, ребят, сваливаем, короче, отсюда. Так. Сдвинуть сферу всё равно, что столкнуть звезду с неба. Этого не должно происходить. Тень. Не дух возмездия. Блин, да что такое? Читать не успевай. Блин, фонарь, жалко. Надо было масло ещё там взять. Надо было там ещё пошариться, ребят. Что-то мы так сразу ушли. Ну-ка, может, вернуться можно? Ага, разбежался. Так, ну что ж, лезем. Куда-то мы сейчас вылезем. Господи, неужели эта маленькая девочка всё прорыла, а? Интересно, блин. О, куда-то припёрлись. Камни какие-то. А, надо камни убрать. Пшёл отсюда. Ты тоже вали. Чёрт бы их побрал ещё. Так. Это надо отсюда вышвырнуть. О, кстати, ребят, в этой дыре можно ещё прятаться, если тварь будет за тобой, за нами гоняться. Да что ты будешь делать, а? Давай, Дэнчик, уже вытолкать этот кусок дерьма-то отсюда. Может, я смогу вот так вылезть. Чё-то он не мешает. Давай, О, так-то лучше, старина, молодец. Так, где я, чёрт возьми? Так, чё, кухня. Стрелка показывает туда. Ну что ж, пойдём туда. По крайней мере, первое стрелое увидел эту чёртову стрелку, которую показывает туда. Ну что ж, пойдём туда. Так. О, кухня. Так, знаете, ребят, дверь лучше закроем. Мало ли что. Чё у нас здесь? Тухлятинка какая-то. О, масло, отлично. Мне это нужно как воздух. Так, отлично, хоть фонарь пока. Ну, фонарь можно, в принципе, здесь убрать. Тут вроде достаточно света. Чё это такое ещё за дерьмо? О, чёрт. Это какая-то кислота. Ну ты какого чёрта ты трогаешься, болван? Это нам жизнь не отнимает. А в принципе всё нормально. О, наркота. Наркотическая настойка. Так, что здесь? О, зажигалочки. Отлично, берём их. Без них тоже. Темнотища будет повсюду, где нас монстры могут сожрать. О, записка. Так, слушаем. 1839 год. Это важно. Я приехал в деревню Альштадт. Тихое местечко в лесах. Я заночую здесь, перед тем, как отправиться в замок Бренненбург. Провожатый, с которым я ехал от Брэмана, посоветовал подождать до утра, а не ехать на ночь глядя. Я снял номер в мельнице, единственной гостинице на всю деревню. И теперь жду рассвета. Я пытался поспать, но, закрыв глаза, видел лица погибших в Лондоне. Стыд и страх заставляют вновь и вновь представлять себе их смерть. Они погибли из-за меня. Ты прав, сынок. Так что в следующий раз думай своей башкой, когда хватаешь всякие непонятные предметы в гробницах. Потом из-за этого гибнут люди. Прекрасно. Так, ну что ж, ребят, я думаю, что здесь нам больше делать нечего. Вот разве что эта кислота наводит меня на мысль. Так. Ну, пока что она мысль меня не наводит, но для чего-то же она здесь стоит, верно? И брать её нельзя, потому что будет больно. Ну, что-то в этом роде. Я думаю, что это намёк на то, что нам нужно эту кислоту использовать. Только вот... Ну ладно, дальше будем играть, поймём, для чего нам нужно её использовать. Так что погнали. Мне уж не терпится узнать, что там дальше-то. Так, из этого письма становится ясно, что Денчик приехал к Александру в замок. То есть он согласился. Ку-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Чёрт, ребят, это тварь, тварь пришла. Завидь, дверь, закрывай скорее дверь, дружище. А, куда, куда прятаться? О, уж сюда. О, господи, он уйдёт за мной. так ребят сидим тихо не дергаемся он уже здесь я слышу его мерзкий голосок точнее рычание уже говорить-то не умеет у него же так на чем там ушел вроде нет его уже здесь вот же мерзкий ублюдок а до инфаркта меня доведет сукин сын все ушел он 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 ну-ка ну-ка рассмотрим к его ребят что он хоть и себя представляет какой-то урод непонятный мерзость какая-то ну что ж ребят я думаю нужно очень осторожно и тихо здесь продвигаться от у нас сажу чем там стоит что ли а или у меня уже глюки от страха начались они все чисто так ребят спокойно без паники мы с вами в принципе не там не из срусливых верно я не из срусливых точно просто то салага так неожиданно вылезла что я чуть стали не наложил прошу прощения так ну что зажигаем факелы чтоб светло было а чё ты так разогнался то может он сейчас вылезет этот урод а ну и свеж бесстрашный так что стонет жутко и жутко и добраться спокойно так тюремный блок номер три что такое хранилище похоже нужно в хранилище ну естественно кухне мы уже были дальше теперь нужно в хранилище там уже здесь есть табличках с надписью хранилище значит надо его искать у вас смотрите хранилище указывает что туда нужно черт опять тварь ходит так тихо ребят похоже меня не заметил что там там делает салага это так вот записка опять от страха мошки галлюцинации что такое вырубим светка на всякий зажигалочка записка так слушаем 1839 год такое ощущение что я сбежал от мирской суеты и забот бренненбург древний замок на холме который возвышается над лесом петляющая дорога к воротам навевает мысли об открытии давно забытых мест я чувствую себя как марка пола который вошел в тайный город шандо барон александр человек своеобразный но приятный он в курсе того что творится в мире и совсем не похож на эксцентричного аристократишку моя комната шикарнее чем номер в пятизвездочной гостинице после захода солнца сказочный бренненбург становится мрачным и зловещим странноватые слуги александра вечно снуют поблизости они ведут себя тихо и все время крадутся похоже александр рад меня сказал что я прибыл как раз вовремя чё это интересно будет готова странноватые слуги александр да это же уроды самые настоящие чего эй ладно насчет родов это я погорячился ребят в это если чё чёрт он сюда ой дерьмо собачье ты посмотри чё так ты меня не видел выбирайся вон отсюда к может удаст этого эту гниду поближе рассмотреть что я его не вижу а вон смотрите какой урод то ребят у него польшой порвано а чёрт зачем я смотрел на него разразить я гром все мне конец вот чёрт ну может пронесет иди отсюда меня здесь нет ты ошибся номером вы просите ребят ну знаете мне кажется он ушел надеюсь ушел так нифига себе такую дверь выше погромную ну и силища у него чертова уродина откуда он вышел то вообще кошмар он чё блин телепортироваться что ли умеет тут же нет никакого входа и выхода о зато здесь есть другое маслица лично заряжаем заряжаем как будто таруза короче ребят пронесло двигаемся дальше тварь ушла надеюсь больше не вернется так тюремный блок номер 4 так хранилище нам нужно в хранилище сходить вот она хранилище стрелка показывает туда так зажгем ка здесь свет что-то как-то темновато здесь чёрт две зажигалки осталось отлично так что здесь минуточку чуть такое поднята банка о банка так ребятки это все наталкивает меня на мысль что в эту банку можно набрать числоту прекрасно так это мы забираем масло лишним не бывает что здесь есть еще интерес о зажигалочки мои любимые давай ребята хватаем их и сматываем ся посторонние звуки меня конечно напрягает если честно ладно уходим отсюда разрази меня гром опять что ли тихо-тихо ой дерьмо мерзкий сукин сын меня кажется засек тихо-тихо-тихо надеюсь он сюда не попрется так а ребята если что короче прячемся там вроде он сюда не пошел так ну что пойдем глянем может на всякий случай тихо-тихо-тихо-тихо-тихо что-то я ворот вар не вижу фу ребят кажись ушел ну это их аркос смотри чуть такое так навесной замок в отличном состоянии интересно ну ладно него айчо такое это подвал то есть под в подвале еще подвал что лезть да ладно ребятки так секундочку кофейку глотнул а то что-то в горле пересохло от страха но в общем неважно таракан раздавить бы тебя чефан это трачу болван это так принципе светло так теперь нам нужно пойти короче и набрать кислоту в эту банку это такое что за звуки такие странные сейчас зажгем здесь так голоса я слышу голоса без без жалостный ублюдок блин как можно ребенку вред причинить не понимаю и вообще человеку мы все же братья а чё такое так замок очень плохом состоянии ну так давайте шарахнем его чтоб он развалился к чертовой матери сейчас секунду у меня же есть это против молотка нет приема что что-то я не успел прочитать ребят так замок не сломался нужно его еще ослабить ну чем я его ослаблю то еще сильней то еще молоток его не смог разбить так постойте-ка ребята меня осенило может его кислотой нужно облить хорошая идея вот для чего нам банк то нам нужно ну что ж вперед за кислотой так как назад ты вернулся что я забыл так о кухня туда написано блин туда тут все завалено к чертовой матери так вот красный суда нужно фонарь то беречь уже не бесконечный к сожалению а точно ребят кухня так все спокойно короче все понятно набираем кислоты обливаем замок сбиваем его к черту и сматываемся ой опять стали да что же такое то а он чё блин реально что ли из воздуха появляется ой 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 он здесь гнида рядом как же я хочу тебя убить сволочь ой 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 упасть порвано мерзкий ублюдок пшел вон отсюда я тоже так могу краса уходите ребята о вот что ж везет нам сегодня на всяких тварей сейчас посмотрим так знаешь беспалево раз и все рассмотреть охота он какой то весь поломанный зашитый весь куда пасть порвана походу им кто-то пасть порвало моргало не выколол так смотри он все ушел ну скатите дорогу тебе чудище страстное а нам нужна кислота так набираем отлично банка прекрасно удерживает кислоту тебе нужно облить этот чертов замок и убираться из этого подземелья что опять что ли тихо тихо ребят да блин он же ушел не знаю я его не вижу ну что ж пойдем потихоньку что ли как говорится нравится не нравится спи моя красавица это кстати серьезный сэм сказал когда убил эту сраную муху ну кто играл поймет какой звали это там егзотек какой-то кстати ребят если хотите я могу серьезно сэма поиграть вообще напишите в комментариях какую бы в какую вы хотели бы игрушку я поиграл я согласен поиграю мне я люблю играть проходить игрушки всякие там так хранилище ну сказать честно это для меня эта игра конечно для меня в полную новинку я в такие игры в жизни не играл так ну зажгем на всякий случай чё нам так внимание так а там я был нужно тут дверь найти который на которой замок слабый висел так кухня там нет нам на кухню не надо сейчас нам надо наоборот в хранилище так вот хранилище потому что дверь со слабым замком была в окрестностях хранилищ так подожди там мы были потом я пошел сюда потом сюда зашел а вот красота отлично ребят мы ее нашли так твари нет так к цистерне о интересно сейчас мы обольем его кислотой на прими дусак салага а сейчас прими удар от моих друзей отлично как чего надеюсь мне это пока а а тварь приближается ребята о чёрт куда 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 бежать о давай давай слава богу ребят мне здорово повезло что я оказался перед этой дверью он раскрыл ткань в которой была завернута сфера александра протянул руку взял ее и поднял на свет о интересно ребят так это наверное и есть та самая цистерна а интересно смахивает на гигантский колодец или что то в этом роде как вы используете коллектор для перевозки так послушаем его построили для отведения ввод подсимного источника и тоннели весьма простой мы его задействовали и это было удачное решение но мы не воспользуемся не сегодня уровень воды меняется и когда источник исчезает в сырых тоннелях вырастают грибы которые отравляют разумеется у меня есть противоядие так туда нельзя нам не понадобится пойдем нам сюда мы почти пришли противоядие какой-то да ребят дальше больше так ну что ж давайте немного осмотримся здесь и поймем с чем нам предстоит здесь иметь дело какие загадки решать что у нас смотри тут какая-то жидкость ага вода слишком глубокая чтобы пройти здесь сейчас денчик посмотрим что там записал так чтобы пройти в коллектор сначала следует осушить его ну конечно а как же мы тут мы что-то не поплывем у нас снаряжение для аквалангистов то нет к сожалению так течет протечка блин это неважно подожди качок кровь что ли а нет какая-то жижа черная так ясно что-то развалено блин все сломано но тут чё погром что ли был чё такое не поддается ну ясное дело так ребята о нам наверх надо нужно сходить что ли так вот оно ну-ка это так рычаг застрял нужно смазать шестерни смысле смазать ядрит колотить а ядрит его в корень постать ка ребят а что если подожди-ка а тут что-то течет может какой-то да о масло для для а для масла требуется сосу секунду у меня же есть банка о спокойно ребят кажись и с этим мы разобрались ну что о поднята банка с маслом хэ да в этой игре приходится шевелить мозгами в этом-то и смысл наверное этой игры так сейчас посмотрим вот так же все тут делается о молодец я беззубый да что ж ты будешь делать то а не одно так другое как говорится ребят ну что это вот так несколько раз может он пробьется о так кажется я прав а получай думаю я тупой стали лично погнали вверх так а теперь то что здесь вот террас нужно еще тут а здесь проход есть так ну что ж погнали сюда о рычаги отлично так один посол второй пойдет и все просто ребят погна чё господи ну почему как только я обрадуюсь сразу какое дерьмо случается а чё там наш злоумышленник записал так причините механизмы подъема восточного моста интересно и как же я это сделаю а постойте ну сначала зайти в то в тот отсек потом туда сходим надо лучше прыгать потому что можно свалиться так цистерна ну что заходим ой прекрасная дикая орхидея казалось свидетельством силы природы ей удалось вырасти в каменном замке бренденбург увы она выросла слышь тьфу блин да что такое то помедленнее что ли нельзя так где так проход к цистерне так ну вот мы здесь что дальше здесь хоть не такая темень как в остальных ми ой остальных местах так я могу частично контролировать поток воды в коллекции к тому же этой водой можно пользоваться для разных целей например пить и это тоже но в основном она нужна для механизма а вроде и водяной медицей да именно угу так так что там дэнчик ничего больше не записывал так ну ладно чиним дальше а кстати ребят может тут тварь невидимая шляется тут же вода так ну-ка потихоньку что-то я вспомнил про этого про эту ублюдину которая нам тогда покоя не давала так ну тут вроде все чисто этой творения здесь чему я не сказанно рад так придется попрыгать немножко молодец хорошо паркуришь так нам на сюда нужно пройти так о сундук разрази меня отлично масло на час нужно как никогда еще и два ну вот фонарик заряжен прекрасно что-то базарит я слышу о а вот это трубы ну что ж пойдем разбираться с этими трубами о что это такое что тварь что ли пришла что за черт но я это точно видел ребят я еще не спятил о записка так тысяча восемьсот тридцать девятый год александр верит в то что принято считать магией я даже не удивлен уже когда я ехал в бренненбург я предполагал что придется столкнуться со сверхъестественным чтобы спасти свою жизнь для меня все это странно но я стараюсь собраться с духом и не тратить время на сомнения александр разбудил меня рано утром и сказал что пора приниматься за работу ему явно не терпелось взяться за дело мы спустились в подземелье где александр проводил ритуалы я с трудом в это верю но александр утверждает что родился в эпоху возрождения и застал самого да винчи александр показал мне пару комнат где занимается анатомией алхимией и ботаникой но самое важное место в бренненбурге внутреннее святилище там мы попытаемся навсегда изгнать тень сферы похоже этот александр чокнутый оккультист хе-хе-хе отлично ну что ж давай крутись салага так ой так спокойно это всего лишь ветер так дэн там что-то записал надо посмотреть так у сыр на есть клапаны для перенаправления воды из коллектора а ясно надо еще такое найти да или несколько не знаю даже ну в общем неважно ребят идем искать что-то не хочется мне вниз упасть так что уж будем аккуратно господи что я подвиги не смотрю да ладно черт с ним ой я в порядке ой 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 надо наркоту принять хе-хе ой ой ох и не нравится мне это дерьмо ребята похоже мы здесь не одни что здесь такое так так записи денечка смотрим воспоминания так чтобы пройти дальше нужно опустить мост по он держится на ржавой цепи в потолке сбить он нафиг да и все к сайдам как раз камни видел как помните мы взрывчатку-то шарахнули она взорвала так что тут все можно сбивать ребят не переживайте за все это вот и все тоже мне блин проблема осторожно свалюсь же так прискакали куда-то еще одна записка но сейчас прочитаем сначала ее так 1839 год я до сих пор не был уверен что я на верном пути но теперь я знаю александр смог направить силу сферы в наши тела внутренний круг озарился синим светом и я ощутил тоже что чувствовал в подземной гробнице я был в круговороте видений было страшно но александр держал себя в руках и использовал странные приборы чтобы укоротить бурю внезапно в синим сияние появились красные пятна со стен потекла пульсирующая живая масса вот она александр быстро накрыл сферу и жуть исчезла похоже тень подобралась ближе чем думал александр он сказал что завтра мы проведем ритуал ограждения и что мне нужно подготовиться не знаю чего он от меня ожидает но у меня предчувствие прошу прощения ребята да этот александр фанатик тот еще абсолютный псих так лично а так ну в принципе все вроде бы больше здесь ничего нет надо отсюда сматываться это у меня такое чувство шея здесь не один так по сутика ребят этом какой-то пар видел ой опять-то страшное рычание вон там что-то парит блин здорово так ну ка проверим так ну вроде бы все нормально наверно это мои галлюцинации точно вон еще один вентиль вижу так проскакиваем быстренько проклятье так и знал что их три ну что все еще пар перекрывает что ли он туда не будем его обратно включать а постойте вон там еще есть зараза блин сейчас бы еще ушел сик не заметил ой ой что за черт ладно черт с ним так перенаправитель потоков воды в коллекторе она все понятно так вот когда такая штука происходит значит мы справились прекрасно можно отсюда сматываться а еще записка так так можно только кофейку глотнуть сейчас ранее утро александр занят подготовкой ритуала он так старается что у меня возникает вопрос зачем какая ему выгода наверное ему интересно как ученому но вряд ли он помогает мне просто так неужели он настолько глупо хочет подчинить себе сферу когда вчера александр наполнил внутренний круг синим светом я понял что мы коснулись лишь малой части того на что способна сфера речь идет уже не просто об изгнание тени мы на пороге необыкновенного открытия да уж прям необыкновенного ладно ребят пора завалить да здесь ничего такого интересного то нет так короче похоже ребят этот александр он хотел прикарманить себе сферу и что-то с помощью нее натворить ну думаю мы в процессе игры конечно об этом узнаем чё ой тварь похоже тварь здесь а чёртова тварь вот она ну чё сожрала пошёл ты нахер козёл я тебе ваше скажу ну прекрасно блин и что теперь всё пока урод чёртов ты слишком медленный для меня ты ж не слишком быстро я для тебя чёрт надо сматываться срочно вот так-то лучше да что ж ты будешь делать ты посмотри а тварь а зараза куда я спрыгнул то болван сам не вижу куда иду чёрт ну всё ребят ой слава тебе господи я чуть не сдох фу как мне пробраться туда чёрт побери это красное говно всё перекрыло здесь что ж ты будешь делать то а а постойте ребят чё я туплю то вот же дверь будь я проклят а ну вообще уже от страха мозг спёкся предназначением внутреннего светилища всегда было изучение сфер и по их способа овладеть а имя а вот что значит да так ну что я починил нет ну а туда мне как зайти чёрт побери оооо господи как мне-то всё надоело смотри всё равно блин не работает а и чё с ним делать ну что то ж ребят извините чё то я даже не знаю а комнату а комната управления тьфу ты блин ну всё погнал наверное пора скоро заканчивать уже слишком долго играть это не для меня о комната управления о опять воспоминания скажите герберт как вы узнали про это место герберт старый друг в алжире дал мне карту почему он не пошёл вместе с нами он хотел пойти до мель но мы не всегда получаем то что хотим да уж точно верно мужик говорит так ну что пошаримся здесь закрыто а нет открыто о что это такое то так не двигается видимо застряла ну конечно в таком таком состоянии всё это же техника нужно же о сжигалка нужно же следить за ней смазывать всё такое ну ладно не важно сейчас посмотрим может что-то я упустил так тут что заперт а нет о тут такой же так записка а её нельзя взять так а здесь что о здесь работает вроде бы ну да здесь работает че с ним делать ты разрази меня гром так ладно пойдём дальше посмотрим там ещё как-то впереди а это мы у неё вошли вот как-то дверь ещё есть о чё это так заходим развалено блин всё здорово живём это ремонтик не помешало бы сделать а это чё ещё такое так а может так стоит себя пустить чёрт то знает ничего не понимаю ну-ка ты так ну ладно и что дальше о ну если мы это подняли значит нам нужно ну-ка может учить спрятана ах ни черта здесь нет к сожалению а там чё с той стороны тоже ни черта ну пойдем другой зайдем посмотрим что там может это освежит нашу память о вот значит как интересно да не двигайся застрял а так ну тут эта штука уходит полностью в пол о кстати ребят может быть там точно так же поставить рычаги да и всё ну пойдёмте попробуем о подождите к секунду о масло хорошо что такой наблюдательный сейчас ребят посмотрим ну если мыслить логически может быть так и стоит сделать так там эти два с обеих сторон внизу а эти вверху о смотрите-ка ребят отлично все получилось так теперь двигаемся дальше так с этим разобрались а здесь что такое так что у нас здесь ну-ка зажгем-ка на всякий случай это чё такое дырки блин какие-то чё-то здесь шумит чё-то там даже не записал денщик то ни хрена так почините механизмы подъема восточного моста ну интересно да так подожди здесь эта труба вставлена в стене а здесь вот пустые дырки может это должны тоже какие-то трубы вставляться ну ка посмотрим нужно проверить так кстати ребят я там видел видел похожие трубы там валялись я думаю стоит попробовать вот видите вот это сука а как раз их можно брать отлично ребят все посмотрим но не просто же так они здесь валяются правда а ну-ка так видите одна подошла штука так еще одну найдем я помню там еще видел а постой-ка я по моему же отсюда и забрал да да следующую камеру зайти посмотреть может там валяется как говорится чем черт не шутит да иди ты уже старина так да вроде нет тут нифига так а там чё а туда даже пролезть то нельзя ну ладно пойдемте там дальше порыскаем пошаримся здесь посмотрим ой не ту кнопку на зал так на фонаре лучше не тратить ребят это такая бесценная вещь без которой нам не вышить так ну-ка откройся-ка так я вроде бы здесь видел эти штуки точно вот смотрите еще одна валяется а мы сейчас короче туда подкинем к себе сюда сейчас секунду закинем их прям туда да и все сейчас дверь нифига не держится вот еще одна штуковина сейчас подожди не закрывайся там давай лезь туда уже о все залезло и похоже еще там видел а нет тут уже все а может там уже и не надо больше сейчас посмотрим так а здесь то нету я по-моему еще там не смотрел надо на всякий случай все смотреть чтоб уж как говорится без ошибок так а теперь попробуем что у нас получится когда мы их соберем там так сюда же нам да так о эта штука подошла а та-то где а вот она смотри скрипи ты сейчас салага да в ней к тебе не смазывали дружище так а это куда тогда о кажется она сейчас заработала а может и нет а да точно заработал ребят о смотри-ка че я делаю я пришел за твоей старой задницей сукин ты сын я до тебя доберусь так ну в принципе все а постойте-ка ребят надо же еще разобраться там вот с этими-то а видимо застрел вот ну как там постой-ка ребят нам похоже нужно сделать вот здесь чтобы было как там точно как вот в той комнате помните с этими трубами с этими рычагами ну-ка сейчас посмотрим только я вот не помню вот это вроде надо опустить надо посмотреть еще раз как там сделано так первое самое низкое потом чуть выше и это а ну-ка сейчас посмотрим так первое должно быть самое низкое ну как-то вот так в принципе потом это чуть выше mund о и ой-ой-ой что это началось ой в здравом уме астерии но все ребята мы справились уходим отсюда Алая жидкость потекла по стенам, словно они начали кровоточить Он в ужасе вскрикнул, увидел, что это видение поглощает остатки голубого света Так Ну что ж Давай-ка уже За... за... Чё-то не туда, я попёрся куда-то Ай-яу! Ой, слава тебе, господи, а! Ну-то я уж думал, всё Сейчас ноги себе переломаю Так, вон они, рычаги, сейчас Наконец-то, сейчас уже пойдём отсюда Вот так Так, пойдёмте, ребят Эй! Не понял, что за чертовщина? Ну я ж починил, ну что... Ой, господи, какого чёрта здесь происходит? А-а-а-а, сейчас буду бомбить, как маленький ребёнок Ну почему он не спускается-то, а? Может там чё заело? Мост застрял, без толчка не сдвинется. Как же он мог застрять-то, старый рухлядь? Без толчка не сдвинется. Ядрит колотить, а? Ну как мне толкнуть-то его? Это что летать, по-вашему, умеешь, что ли? Хотя, подождите-ка, может что-то просто... Чего? Чем-нибудь бросить можно в него? Да и всё, как это обычно здесь бывает. Так, ребята. Спокойно, не бомбим. Сейчас всё устроим. Ваш беззубый сейчас всё устроит. Вот что, с кирпичом его саданём. Сейчас. О, как раз закинул. Так, лезем. На! Получи. Блин, кажется, что не сработало. Чёрт побери, а? Может, что-нибудь потяжелее нужно? Ну, сейчас что-нибудь потяжелее. О, камни! О, тварише, камни здоровые есть. Надеюсь, что она его сможет-то забросить. А-а-а! Чуть по пашке сегодня заехал, блин. Эй, давай, бери, Дэнчик. Ещё раз попробуем. Да что с такой-то забросить никак не могу. Трёхочковый забросить не могу, ребят. О, отлично! Не всё так плохо. Поднимаемся. Ой, что-то спина уже устала. Сейчас, ребят, с этим заданием справимся и будем заканчивать. А то что-то подустал я маленько. На, получай! Ой, блин, перегон... О! Ху-ху! Сработало, ребята! Я-то думал, нужно в него шарахнуть, а нужно было на него закинуть. Спасибо тебе, камушек! Теперь ты свободен. Сейчас я тебя освобожу. Давай отсюда. А, ну, в принципе, ладно. Господи, ну, наконец-то. О, морг! Хе-хе! Чё, сочи, что не легче? Голубоватое сияние ослепило его, как и в той гробнице в Алжире. Он всё... Тьфу, блин. Опять темнотища, а? Господи, ребят, как мне это всё надоело! Дай-ка зажгём. О, воспоминания! Видишь, Даниль, она уступила. Надо же! День. Правда? Правда? На какое-то время. Пойдём. Давай уберём это и немного отдохнём. Хорошо. Куда? Вниз по коридору. В морг. Морг. Что, есть и другие трупы? Ты отлично справился, Даниль. Нам пора, пойдём. Ну что ж, ребят, вот мы и в морге. В этом самом... Я так подозреваю, где страшные вещи происходили. Этот Александр убийца, садист, почти маньяк, короче. Совсем уже чокнутый человек. Да уж. Больной ублюдок. Ну что ж, ребят, думаю, на этом пока остановимся. А то всё-таки как-то подустал я уже немножко. Так что буду с вами прощаться. Как всегда, ребят, желаю вам только всего самого хорошего. Удачи, здоровья, трезвой жизни и так далее. Ну что ж, я с вами прощаюсь. До следующего выпуска, ребята. Всего доброго. Пока, до встречи. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»